Младшая, 14-летняя Белла, она перед нами, персонажем. Это трагическая история, вы должны знать, что Белла умерла в конечном итоге от руки своего возлюбленного, вернее, ее возлюбленный был Казбич, ее любил, такой персонаж у Лермонтова. Так вот, что произошло на самом деле в этом произведении? Максим Максимович был приглашен к княжью кабардинскому на свадьбу своей дочери. Естественно, они кунаки, они друзья, они сидят на почетном месте рядом с князем. Печорин был приглашен Максимом Максимовичем за компанию, и Печорину не очень нравилось это происходящее. Он начал там ерзать на стуле и толкать Максима Максимовича в бок, что типа не пора ли нам уйти. Когда Максим Максимович говорит, подожди, не торопись, выходит 14-летняя девочка, начинает петь песню. Естественно, песня Максим Максимович переводит Печорину, она обращена на взор, на пылки взор молодого красивого бусара, который там в эпалетах золотых светит. Но вы в нашем саду никогда не будете, значит, рвать этих яблок золотых. Но на что Печорин, опять-таки, тоже в поэтической форме, отвечает этой девочке юной. Но что произошло? Максим Максимович в этот вечер выходит дать корма своим коням и слышит разговор, между которым, между другим присутствующим на этом вечере, Казбич персонаж, такой есть тип Абрека, и между родным братом Беллы, маленьким, малолетним, 13-летним преступником Азамата. Происходит следующий диалог. Максим Максимович послушивает, что Азамат говорит, а у кабардинца, у этого Абрека, был конь, самый лучший конь в Кабарде. Другого коня такого не было в Кабарде. И этот малолетний преступник, 13-летний Азамат, говорит Казбичу, «Если бы я украду отару самых лучших баранов, самых лучших овец, самых лучших козлов тебе пригоню, отдай мне за эту отару своего коня». Казбич говорит, нет, куда тебе владеть этим конем. Тогда он говорит, я тебе табун, лошадей у отца украду, самых лучших скакунов пригоню тебе. Отдай мне только коня. Он опять Казбич ему отказывает. Тогда этот малолетний преступник говорит, я тебе Бэллу принесу за коня. Казбич его отталкивает, когда этот малолетний берет кинжал и бьет Казбича. А у Казбича под башметом одета кольчуга. Он знал, куда он идет, что буза будет. У них бузотерство. Слово бузотерство – это принятие хмельного напитка буза. Они бузили. Вот Казбич был подготовлен. У него кинжал скользнул только по кольчуге. Он откинул его и пропел ему тоже песню, что лучше воля и икот, чем оковы, кандалы и лишние головные боли. Будем так говорить. И когда Максим Максимович пришел и рассказал эту историю про Печорину, Печорин задумал недоброе. Он подговорил вот этого малолетнего преступника, который каждый день бывал в крепости. Ты мне помоги украсть свою сестру, а я тебе помогу у Казбича украсть коня. Что произошло? Господин Печорин в ночь выехал из крепости. Под утро приехал с ковром, в ковре кто-то был замотан. Естественно, коменданту было доложено, кто открывал и выпускал, и кто впускал. Да, солдатики, караульная служба стоит. Докладывают Максиму Максимовичу. Максим Максимович приходит к господину Печорину при форме, при оружии. И говорит, как вы себя ведете, почему вы мне не доложили. На что господин Печорин лежит, не вставая перед ним. Ах, оставьте, Максим Максимович, у меня печаль на сердце. Что мне теперь с ней делать, я не знаю. Очень интересное произведение. Кто-нибудь не ответит на вопрос, молодежь, кто учился недавно в школе. Была ли связь у господина Печорина с этой молодой девочкой? Там непонятно. Отличница одна есть. Мне кажется, не было. У Лермонтова на этот счет даже нет никакого намека, полунамека. Вот это очень интересный момент, на мой взгляд. Понимаете как? Но сколько она сидела в заперти, сколько времени происходило. Он описывал год нахождения в крепости. Какое время она была под замком там. И какое время понадобилось, чтобы ей все-таки смириться со своей участью. Потому что тогда, если тебя украли, тебя домой не примут. Никогда. Все, ты отрезанный кусок, иди куда хочешь. До смертоубийства доходило. Причем убивали родителей своих дочерей. Да, допустим, отцы там казнили. Если возвращалась. Такого не бывало никогда, чтобы она вернулась назад. А что с ней дальше делать? А Печорин что? Он все-таки разочаровался в ней? Не разочаровался он в ней. Он в ней наигрался. Он достиг своей цели. Я охладел к ней. И он Максим Максимовичу говорил, а чем они отличаются? Тот высший свет, который я покинул, да? И искал здесь спасение и какое-то. А чем она отличается от тех светских барышек, так скажем? Ну вот, связь была. Но у него не было состояния влюбленности. Дело в том, что у него были низменные страсти, будем так говорить. У господина Печорина, опять-таки, подтверждаетесь. Потому что Лермонтов сам бы такого поступка совершить не мог. И всю эту историю он услышал, которая была в соседней крепости. На самом деле происходила. И что произошло в последующем? Что пишет Лермонтов, вернее, Печорин, он не был влюблен в эту девочку. Он произошло вожделение. На низменных инстинктах он сыграл. Он в ней увлекся. Но никаких чувств возвышенных, возвышающих. Он наигрался этим ребенком. И все. И дальше он не знает, что с ней делать. Она начала выходить уже за ограду крепости. Выпускали ее. Значит, это прошло больше, чем полгода она находилась в крепости. Она свободно покидала эту крепость. И один раз этот Абрек, у которого угнали коня, все-таки Печорин помог Азамату украсть обманом коня. Завладел Азаматом. И причем скрылся безбесследно. Отец искал Беллу. Искал сыночка своего младшего. Не нашел ни того, ни другого. Отца убил Казбич. За коня убил. Князя этого кабардинского выследил. Причем завладел его белым конем. Он как кошка с дерева спрыгнул на плечи. Перерезал горло. Это место за коня было. Это кровное место. И ускакал на этом новом белом своем коне. Но в конечном итоге он подкараулил Беллу Казбич возле реки. И все-таки он ее захотел украсть. Потому что он был в нее влюблен. Он на нее смотрел горящими взглядами. На свадьбе еще когда писал. На встречу Казбича и Печорина. Азамата и Ви. В общем всех там на свадьбе побывали. Но что интересный какой момент. Что Печорин, наигравшийся этой девочкой, он отказался от нее. Он говорил Максиму Максимовичу, что она мне наскучила. А Максим Максимович наоборот за это время привязался к этому ребенку. И Печорин, и когда Белла начала выходить за ворота крепости, Казбич подкараулил ее, схватил ее, положил на коня. Но конь был не его, не Карагез. Он не вытащил просто-напросто двоих на седле. И когда казаки за ним погнались, он воткнул в спину своей жертве кинжал этой молодой девочки. И она через два дня в страшных муках скончалась на руках Максима Максимовича. А Печорин был на охоте.